It's okay, there's no one there. Okay. Интервью с охотником за привидениями. Автор – Влад Райбер. «Вообще-то я готовил для своей газеты интервью с успешным предпринимателем. Однако мой собеседник Владимир вскользь упомянул о том, что в середине девяностых он подрабатывал охотой на привидений. Разумеется, это было чистым шарлатанством, но мне стало так любопытно, что я уговорил Владимира рассказать об этом поподробнее. Предприниматель, которому было около 45 лет, смущался, пытаясь вспомнить грешную молодость, но было заметно, что ему и самому хочется поболтать о своей мошеннической подработке. «Расскажите, как вы охотились на привидений?» – наконец спросил я. «Дурью маялись», – смеясь ответил он. «Разместили объявление в трех газетах и номер телефона указали». «Что, так и написали? Ловим привидений?» «Смешнее. Охотники за привидениями». Взяли из фильма. Ниже мелким шрифтом перечислили виды услуг, вроде очистки квартир, офисов от отрицательной энергии и прочую ерунду. «И вам звонили?» «Ха, после перестройки газеты по швам трещали от мистических историй». Народ их с удовольствием читал, и многие тогда и вправду решили, что в их квартирах поселился полтергейст. «А сколько вас, охотников, было в команде?» «Двое, вроде как», – не совсем уверенно сказал Владимир. «Я и мой друг детства Мишка. Забавный такой толстяк неумеха. Помню, как он стол директора какого-то издательского дома перевернул, когда полез под него искать барабашку». Я улыбнулся. «Так вы приходили на дом к тем, кто вас вызывал и опрыскивали углы святой водой, или...» «Нет, всё по науке. Подражали героям всё того же фильма. У нас было антипривиденческое оборудование, всякие шипящие устройства с кучей проводов. Некоторые из них мы сделали сами. Мишка больше всех любил паять схемы». «Ну а клиенты? Неужели это были не только простофили? Вы упомянули директора издательского дома? Думаешь, среди директоров дураков нет? Полным-полно. Но в основном, да, обращались либо очень странные, либо очень мнительные люди. Бывало, что ей просто одинокие. Вот однажды нас с Мишкой вызвонила пожилая художница, утверждая, что портрет её матери, написанный ей самой, следит за ней глазами. Когда мы пришли, то про этот портрет художница сказала два слова. В остальное время показывала нам другие картины и поила чаем. Заплатила щедро и поблагодарила за компанию. Но стоит сказать, что несколько раз мы сталкивались с настоящим полтергейстом. Или как его назвать? Короче, с чем-то необъяснимым. Правда, тут мы ничем не могли помочь. Что, серьёзно? Видели, как вещи по дому летают? Дразнил я Владимира наигранным скептицизмом. Поверь мне, да. Сам никогда в эту чушь не верил. Но когда своими глазами видишь... Короче, было дело. А подробнее? Расскажите самый интересный случай. Ну, протянул Владимир. Самый интересный случай я лучше приберегу на потом. А вот впервые у меня волосы на голове зашевелились, когда мы побывали в гостях у одного мужичка. Он утверждал, что в его квартире телевизор и радиоприёмник живут своей жизнью. На телевизоре сами собой переключались каналы, делался громче и тише звук, а иногда экран мелькал разными цветами, совсем не похожими на обычные помехи. Радио и вовсе являло странные голоса. Особенно мужичка напугал грубый мужской бас, который запретил ему крутить ручку на стройке волны. Причём дядька был адекватный, впечатления психа не производил, но он нам доверял как специалистам. «Радио и с вами заговорило?» – спросил я. «Не-е-е-е, необычные помехи на экране телевизора были, но помехи и есть помехи». Меня напугало другое. У меня была такая штука, что-то вроде рации, только она предназначалась для передачи азбуки Морзе. Я её всю перемотал из-за лента и выдавал за индикатор аномальных явлений. Если нажать на круглую красную кнопку, раздавался пищащий звук. Если на прямоугольную сбоку – отрывистый шипящий. На некоторых людей это производило впечатление. Так вот в квартире того дядьки мой индикатор сошёл с ума. Когда я направил антенну на экран мерцающего телевизора и нажал на круглую кнопку, из динамика послышался непривычный писклявый звук, а вырвался ураган писка. Сначала прибор просто запищал, только в несколько раз громче. Но с каждой секундой звук нарастал и превратился в такой рёв, что стало больно ушам. Даже Мишка с мужиком схватились за головы. А самое главное – кнопку-то я отпустил, но прибор орал, как турбина самолёта. Серьёзно тебе говорю. Такой маленький динамик никак не мог издать такой оглушительный звук. Я потом раскрутил любопытство ради. Там стоял динамик с пятерублёвую монету. Короче, индикатор орал, пока я не вытряхнул из него батарейку. Занятно. Было и лучше. Правда, это видел только я. Нас пригласили к себе домой немолодые супруги. Ну, как немолодые? Тогда они мне такими стариками казались, а сейчас мне и самому без пяти пятьдесят. В их двухкомнатной квартире творилось как раз то, что принято называть полтергейстом. Качалась, а иногда крутилась вешалка в прихожей со скоростью центрифуги. Билась посуда посреди ночи. Открывались и закрывались двери. Это всё из рассказов, но они оба, жена и муж, убеждали нас в этом. Не могли же они спятить на пару. И не стали бы супруге платить деньги для того, чтобы разыграть молодёжь. Так вот, показывали нам квартиру. Я остался в одной из комнат, а Мишку повели куда-то ещё. Чтобы не терять времени даром, я вытряхнул свои безделушки на пол и начал распутывать провода. Сижу, ковыряюсь и вдруг слышу. Что-то ёрзает прямо передо мной, будто кто-то скребёт палкой по полу. Сначала я не обращал внимания, но вспомнил, что в комнате один поднял глаза и увидел деревянный стул. Он перемещался чуть влево и чуть вправо сам по себе, будто скрепка под воздействием магнита. Я выпрямился, думаю, ну его нафиг, и двинулся к выходу. Но тут стул резко сорвался с места и поехал по полу за мной. Вот и я перепугался, выбежал с выпученными глазами. Вот это да, не выдержал я. Меня не только сама история удивила, сколько то, что умный, образованный мужчина при галстуке сидит и травит байки. А дальше что было? Да ничего. Просканировали всю квартиру своими приборами и ушли в освояси. Это, естественно, людям не помогло, подмигнул мне Владимир. Ну а что там с этим, самым интересным, не терпелось мне? Владимир выдержал паузу, будто собираясь смыслами. Я дал ему время. Мы сходили покурить, вернулись, снова уселись напротив друг друга, и он продолжил, но уже без улыбки. Этот случай вряд ли можно назвать затейливым. Лично меня он несколько печалит. Обычно нашу подработку мы находили веселым занятием, но не в этот день. Погода стояла пасмурная, поздняя осень была. Все уныло, грязно. Я сидел за рулем, Мишка, как всегда, расположился на задних сиденьях. Как правило, в дороге он всегда шутил и смеялся, но тогда он спал на ходу. Приехали мы по записанному адресу, ориентируясь по указателям. Я припарковал машину во дворе старого четырехэтажного дома. Там жила молодая женщина, которая нас и вызвала. По телефону она разговаривала так плаксиво и отчаянно, что мне сразу подумалось, что у нее с головой не все в порядке. Наш клиент, что сказать. Растолкал спящего Мишку, выгрузили мы из багажника сумки с оборудованием и потащились на четвертый этаж. Дверь нам открыл пожилой человек интеллигентного вида, который сразу же сказал, что мы приехали зря. Мы оторопели и не решались входить, потому что старик-профессор, это я окрестил его профессором, нас не приглашал. Не надо, ребят, идите. Давайте я вам заплачу заложенный вызов и идите себе, говорит. Причем так мягко и тактично, что мне стало неудобно. Я на Мишку оглянулся. Тот пожал плечами. Пусть мы были своего рода мошенниками, но я был слишком совестливым человеком, чтобы навязываться, когда нас не хотят. Но вдруг вмешалась та самая женщина со словами, «Пап, пожалуйста, дай мне с ними поговорить», и оттащила профессора в сторону. Вид у женщины был довольно жалкий. Волосы растрепанные, опухшие, заплаканные глаза. «Понимаете, мой сын пропал. Был со мной рядом и исчез. Я вам уже говорила по телефону. Вот там, в кладовке». Она все указывала дрожащим пальцем на фанерную дверь. «Ребят, послушайте, нет у нее сына и не было никогда», воскликнул профессор, после чего я окончательно убедился, что мы связались с шизофреничкой. «Вы уж посмотрите, пожалуйста, умоляю, я уже не знаю, что мне делать, кого просить». Женщина заплакала, а старик ушел в комнату, мол, ладно, делайте, что хотите. По словам женщины, в эту квартиру они переехали недавно. Она и ее шестилетний сын Виталька, который якобы пропал. Спустя несколько дней после переезда мать и ее сын наводили порядок в кладовке. Старые хозяева скопили много хлама. И вдруг мигнула лампочка под потолком, после чего ее сына не стало. Хозяйка была уверена, что Виталька стоял рядом, копошился в барахле, а потом всего пара секунд без света, и он просто исчез. Мишка начал задавать какие-то дурацкие вопросы, будто не слышал замечания профессора насчет того, что не было никакого мальчика. Когда хозяйка в десятый раз повторила про то, как исчез ее сын, я попросил разрешения осмотреть ту самую кладовку. Думал, посмотрим, скажем какую-нибудь чепуху и уберемся отсюда к черту. Не люблю женских слез. Женщина угомонилась, щелкнула выключателем, который был снаружи, и распахнула перед нами фанерную дверь. Сама она туда даже смотреть боялась, однако кладовка была всего лишь кладовкой. Площадь четыре квадрата, на полу картонные коробки, несколько рулонов обоев и ящик с инструментами. Я попросил оставить нас ненадолго. Женщина послушно ушла, и мы для вида забурились в тесную комнатушку. Лампочка действительно была плохая. Светила то ярко, то тускло, при этом трещала. Туда бы электрика, а не нас. Я стоял и думал, что сказать людям, когда мы выйдем. А Мишка с любопытством озирался, будто и вправду искал уголок, куда бы мог спрятаться ребенок. Честно бы, заржал над его тупой физиономией, но боялся, что хозяева услышит. Так вот, только я засобирался скомандовать на выход, лампочка особо шумно затрещала и погасла. Мы оказались в полной темноте. Тут на меня наплыл такой ужас, что я вскрикнул, как девчонка. Не знаю, что тогда на меня нашло, но я чуть не обмочился от страха. Рванулся к двери, но врезался в пузо Мишки. Он схватил меня за плечи и все повторял. «Ты чего? Ты чего?» Свет снова загорелся. Передо мной стоял мой друг, бледный, как простыня, лупал глазами. Ничего не произошло. Мне даже стало неловко, но по-прежнему хотелось поскорее покинуть колодовку и больше никогда туда не заходить. Владимир замолчал. «На этом и кончилось?» спросил я, будучи слегка разочарованным. «Ужидал большего». «Ну да», – кивнул мой собеседник. «А с той женщиной что?» «Ничего, ушли. Денег, естественно, не взяли». «Так, значит, просто ненормальная была?» «Жаль ее», – сказал я, но больше мне было жаль, что история, которую мужчина приберег на потом, оказалась настолько сухой. И я признался. Про стул мне больше понравилось. Но вот знаешь ли, после того, как мы побывали в колодовке, я стал сомневаться в том, что женщина просто была больна. «Серьезно? Так вы в темноте увидели ребенка?» «Нет, ничего я там не видел. Просто, понимаешь, до сих пор, когда вспоминаю, не могу отделаться от смутного ощущения. В тот день мы с Мишкой сели в машину. Мой друг сел рядом со мной, а не на заднее сидение, как обычно. Мне это было как-то в новинку, но при этом я задумался, почему до этого он всегда предпочитал сидеть позади. С тех пор в машине он всегда сидел рядом, а мне до сих пор думается, что на его месте должен сидеть кто-то другой. Да и сам Мишка чувствовал, будто что-то не так. Что вы хотите этим сказать, не понял я. Даже не знаю, как объяснить это, чтобы было понятно. Мне кажется, что до этого дня на переднем сиденье и вправду кто-то сидел, а Мишка садился сзади, потому что оба передних сиденья были заняты мной и еще кем-то. Кем? Похоже, раньше нас было трое. Всегда был кто-то третий, которого мы с Михаилом не можем вспомнить до сих пор. Я не могу точно сказать, так ли это или не так, но есть ощущение, что был еще человек. Еще один друг из нашей команды охотников. Быть может, он исчез, как сынишка той дамы, когда моргнула лампа в кладовке. Понимаешь? Совсем исчез, даже из памяти, но был. Кстати, однажды, уже после того случая, когда мы ехали по делам, я будто по старой привычке назвал Мишку Андрюхой, хотя никакого Андрюху не знал. А Мишка выкатил глаза, когда я его так назвал. Тоже вспомнил что-то. Еще как-то я спросил Мишку, кто вообще из нас выдумал эту затею с охотниками за привидениями. Он задумался и ответил «Ты?» Да, ему бы точно не пришла в голову такая идея, но и я не помню, когда выдумал эту дурь. Кажется, будто был с нами парень. Может быть, это его звали Андрюхой. Он-то и придумал ловить привидения, ездил он с нами по каждому звонку. Был с нами в гостях у одинокой художницы. Ходил к мужику, у которого был телевизор с помехами. Ему первому я рассказал про то, что увидел, как за мной поехал стул. Но я этого парня не помню, потому что его вроде как никогда и не существовало. Он зашел с нами в кладовку и... Исчез. Как тут еще объяснить? Владимир рассказывал все это так эмоционально, что я неосторожно проникся и тоже прионыл. А почему тогда та женщина своего сына хорошо помнила, ляпнул я. Ну, может, на то она и мать. Задумчиво предположил Владимир. Озвучил Валерий Равковский. Автор – Влад Райбер. Ну, как тебе история? Оставь отзыв в комментариях. Нам будет важно узнать именно твое мнение, чтобы выбирать в будущем только лучших авторов и рассказы. Ну, а если хочешь истории подлиннее, в нашей озвучке переходи по ссылке в закрепленном комментарии и подписывайся на наш второй канал. Твой город ужаса – Варгард. Спасибо за твою подписку и комментарий, дружище. Надолго не прощаюсь. Уже скоро снова услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok